Добрый день! Мы проводим внеочередной вебинар об опасности медитации, точнее о технике безопасности. И в связи с этим я хотела бы сделать акцент на один из весьма примечательных феноменов, которые мы будем разбирать. Конечно, мы будем много говорить о необходимости подготовки физического тела, эмоционального фактора. Состояние мышления перед медитацией. Однако есть достаточно узкая область, которую можно обозначить одним словом демонология. И надо сказать, что медитацию весьма часто путают с трансом. Однако если мы говорим о медитации как достижении состояния чистого сознания, то любые трансовые состояния являются в некотором роде помехой или даже серьезным препятствием в медитации. Поскольку любой транс предполагает в крайнем случае одержимость некоторой сущностью или, по крайней мере, впадение в какое-то определенное частное состояние с определенным образным видеорядом и так далее. Собственно, на самом деле мы имеем такую предварительную стадию, и она описана в йога-сутрах, когда речь идет о сверхъестественных способностях, о ситхах. И надо сказать, что все они обретаются путем самьямы, длительной концентрации, переходящей в медитацию с полной поглощенностью на определенных объектах. Собственно, при медитации на объекте мы перенимаем его качество. Это основной принцип. Таким образом, если мы медитируем с концентрацией на горе, то мы можем стать тяжелыми, как гора. Если мы медитируем на уме какого-то человека, мы можем читать его мысли и так далее. Собственно, именно таким образом человек может приобрести некоторые сверхъестественные способности и далее как-то ими пользоваться. Однако уже в йога-сутрах подчеркивается, что это отвлекает практикующего от главной цели медитации, поэтому является препятствием на пути. Но ладно, когда это происходит путем осознанного тренинга. А вот что касается действительно серьезной опасности, это когда человек путем плохого контроля над концентрацией, которая заведомо временная, действительно приобретает качество, которое он вовсе не собирался приобретать. Я думаю, самый жуткий, наверное, пример, который сейчас очень сильно распространен в масс-медиа, это убийство историком своей эсперантки, который увлекался на самом деле реконструкциями и вполне долго, годами, многократно вживался в образы воинов, французских генералов и даже самого Наполеона. При этом неизвестно, чтобы он проводил хоть какие-то процедуры очищения от этого образа. Таким образом, одна из версий в данном случае произошедшей трагедии – это именно демоническая одержимость, то есть полная охваченность духом того персонажа, на котором производилась концентрация, которая обладает качествами жестокости прежде всего, что, собственно, и привело далее к трагедии. Таким образом, на самом деле, одна из техник безопасности, которая у нас должна происходить при медитации, если мы используем те или иные объекты для концентрации, – это необходимость очищения в дальнейшем от этих объектов, снятия их. Что касается творческих людей, то, как известно, при исполнении арии Мефистофеля, собственно, певец потом идет в церковь, чтобы растождествиться с нечистой силой. И если мы говорим всерьез о практике, то здесь гораздо чаще бывает необходимость очищения скорее целителя от пациентов, учителя от состояния своих учеников и так далее. То есть, если я работаю с человеком, у которого есть какие-то проблемы, конечно, я могу нацеплять эти проблемы. Я уже не говорю о случаях, действительно, черной магии, когда мне приходится работать с человеком, который и сам, в общем-то, позиционирует свое состояние как одержимость. И надо сказать, что я неоднократно наблюдала балийских целителей, их состояние после подобных сеансов, когда они, собственно, потом пластом лежали и сутками восстанавливались. И, то есть, либо вы за такие вещи не беретесь, либо если по каким-то причинам профессиональным, рабочим или чисто тренинговым подобного рода практики у вас существует, то техника безопасности предполагает обязательное очищение, растождествление с объектами концентрации и трансформацию всей негативной энергии в позитивную. Это отдельная фаза и отдельная работа, которая требует времени и, самое главное, энергии. Дополнительной, поэтому работа эта достаточно энергоемкая. Итак, собственно, более подробно мы об этом будем говорить на том самом вебинаре, который я анонсировала в самом начале. Он пройдет уже в этот четверг, то есть буквально послезавтра. Он ориентирован не только на студентов онлайн-школы восточных практик, которую я веду, хотя они тоже там будут, уже, судя по отзывам, есть записи. И, собственно, все, кто так или иначе медитацию практикует, могут к нам присоединиться. По всем оргвопросам вам поможет Елена Леонидовна. Спасибо за внимание. До встречи онлайн.